Вести Карачаева, Черкесия Правительство страны запускает промышленную ипотеку. Новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство запускает новый инструмент поддержки предприятий промышленности. Это промышленная ипотека. Соответствующее постановление подготовлено. Российские организации смогут получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости. Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений. Регионные СКФО получат от Федерального центра 200 новых школьных автобусов и 103 машины скорой помощи. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами школьных автобусов на сумму 10 миллиардов рублей и машин скорой помощи на 6 миллиардов рублей. Карачаево-Черкесия получит 15 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. В год столетия Карачаево-Черкесии после реконструкции открылся Краевический музей. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рашид Тимрезов, министр культуры региона Зурапа Гербов, школьники Черкеска. Для гостей провели экскурсию по новым выставочным залам. Это еще одно яркое событие в череде праздничных мероприятий в честь столетия Карачаева-Черкесии. Вместе со школьниками из Черкеска с удовольствием осмотрел экспозиции музея, написал в своем официальном телеграм-канале глава республики Рашид Тимрезов. Подробности сообщил директор музея-заповедника Хаджимурат Эльканов. У нас здесь новый зал, дом музыки, у нас археология, которая вот уже, наверное, на протяжении 20 лет у нас отсутствовала, и обновленная экспозиция природы, природа Карачаева-Черкесии. Очень много экспонатов, очень раритетных. Краеведческий музей находится в здании 1914 года, которая когда-то принадлежала адвокату Мурзабеку Алиеву. Первая экспозиция, рассказывающая об истории дореволюционной советской Карачаевой-Черкесии и ее природе, была открыта здесь в 1968 году. Ремонт музея начался в прошлом году. Работы провели не только внутри, полностью обновив стены, полы и потолки, но и снаружи. Частично заменили крышу и преобразили фасад. Здание приобрело новый темно-серый цвет. Добавим, что для всех желающих до 12 сентября включительно вход в Краеведческий музей свободный. 6 сентября в 19.00 состоится торжественное открытие светомузыкального фонтана в обновленном центральном сквере в сопровождении Камерного оркестра Государственной филармонии Карачаевой-Черкесии. Сразу после открытия фонтана состоится концерт с участием звезд Карачаевой-Черкесии Ислама Итляшева и Султана Лагучева. В 19.50 на центральной площади Черкеска состоится лазерное шоу, после чего перед зрителями выступит группа «Файста Фэмили» и артисты Карачаевой-Черкесии. Завершится праздничный день красочным фейерверком. В столице Карачаевой-Черкесии 7 сентября в честь векового юбилея региона подготовлена масштабная развлекательная программа. 7 сентября в 16 часов на стадионе «Нарт» начнется гала-концерт с участием Зары, Ислама Итляшева, Рината Дженебекова, Стаса Михайлова и группы «Баста». На сегодняшний день проводятся финальные работы на стадионе «Нарт», а именно завершается установка главной сцены и проводятся репетиции. В большом концерте 7 сентября примут участие и местные артисты. Детские коллективы покажут один большой массовый номер. 7 сентября в день празднования столетия Карачаевой-Черкесии перед началом праздничных мероприятий на экранах амфитеатров парки культуры и отдыха «Зеленый остров» и центральной площади Черкеска будет показан фильм о нашей республике. Все желающие смогут увидеть необычайной красоты кадры о наших народах, традициях и природе. Создатель фильма – известный российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Шахбас. Там же на экранах амфитеатра и центральной площади и в эфире телеканала «Архэс-24» будет идти прямая трансляция праздничных мероприятий на стадионе «Нарт». Уважаемые жители и гости Карачаевой-Черкесской республики, в связи с праздничными мероприятиями в честь столетия со дня образования Карачаевой-Черкесии 6 сентября с 16 часов и до окончания мероприятий будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленина от улицы Умара-Алиева до улицы Кавказской. В связи с этим просим жителей и гостей республики заранее продумывать свой маршрут движения или воспользоваться общественным транспортом. В республике состоялся, ставший уже традиционным, диктант Победы. В этом году были открыты 50 очных площадок, на которых диктант написали более 3000 человек. В мероприятии принял участие и руководитель региона Рашид Тимрезов. «История, литература, география главных сражений Великой Отечественной войны – это не столько проверка знаний на время, сколько погружение в историю самой кровопролитной войны, изменившей ход истории и роли в ней советских солдат и всего многонационального народа нашей страны», – отметил глава республики. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день. В пик сезона мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. С 12 октября по 10 ноября в Карачаево-Черкесии пройдет серия хакатонов, чемпионатов и онлайн-образовательных мероприятий для программистов. Главными целями проекта «Цифровой прорыв. Сезон искусственный интеллект» являются популяризация технологий искусственного интеллекта в стране, формирование IT-сообщества с фокусом на искусственный интеллект и так далее. Принять участие может любой желающий от 14 лет, а онлайн-формат позволяет присоединиться с любой точки России. Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди из всех регионов страны. Занятия будут проходить в гибридном формате, очно и онлайн. В этом году в проекте будут работать 16 региональных школ, по 2 в каждом из 8 федеральных округов России. Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека, вне зависимости от места проживания. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо прислать мотивационное письмо на адрес info.sobaka.naza.cent.ru, чтобы пройти собеседование очно или онлайн. Фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в этом году. В числе победителей оказались две организации из Карачаево-Черкесии. К примеру, благотворительный фонд «Созидание» представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаево-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Кочер. Для этого мы хотим как раз таки создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Кочер имени Халимат Бастюня Байрамуковой. Вся первая публичная библиотека основана в 1922 году прошлого века в столице Бадалпашинской, которая ныне в Черкесской столице, врача Черкесской республики. И эта библиотека является ровесницей нашей республики, точнее ровесницей государственной республики. Она прошла большое и сложное подразвитие и отображала в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. Всправление интернета, да, ситуация изменилась, но самоочередение по-прежнему символизирует великую русскую, зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига «Страницы века» — это не о библиотеке, точнее, не только о библиотеке. Она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателях, о том, как много всего связано с библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики — русских, крочаевцев, нагайцев, черкесов и абазин. На пешеходном проспекте Первомайской в Черкесске до конца текущего года будет проходить акция «Читающий парк» с выставкой и книжной витриной, посвященной вековому юбилею трех братских республик — Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берега укрепительных сооружений планируется завершить к концу этого года в четырех муниципалитетах республики. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка четырех тысяч человек. В этом году уже завершены работы по берегу укреплению на реке Уруп и ремонт дамб на реке Тиберда. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии республики Диана Качкарова. В рамках празднования столетия республики мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруп — это строительство берега укрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления-подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет, можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления-подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. В Карачаево-Черкесии стартовал дополнительный период экзаменационной кампании для выпускников девятых классов, который продлится до 24 сентября. В нем примут участие ребята, которые не сдали экзамены в досрочные или основные периоды по уважительной причине, а также получили неудовлетворительную отметку. Всего для сдачи экзаменов зарегистрированы 52 участника. Малакарачаевский районный суд вынес обвинительный приговор пятерым членам ячейки запрещенного в России Международного религиозно-экстремистского объединения от Такфир-Вальхиджа. Одному из членов ячейки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, остальные получили по два года и шесть месяцев в колонии общего режима. Фигурантом дела инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса участия в деятельности запрещенного религиозного объединения. В Ставрополе прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин. В состязаниях принимали участие представители порядка 30 регионов России. Представлять нашу республику поехали шесть борцов вольного стиля. Руслан Кубанов занял первое место в весовой категории до 125 килограммов, выполнив норматив мастера спорта России по спортивной борьбе. Его брат Кубанов Рустам занял второе место и уже является мастером спорта, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта. Анзор Ионов занял первое место в весовой категории 74 килограмма, также подтвердил свое звание мастера спорта России. Также отметим, что Белял Матакаев из Карачаево-Черкесии стал лучшим судьей соревнований. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии преимущественно облачно, местами кратковременный дождь, туман. Ветер северной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15-20, в горах местами плюс 9-14. В южных районах высокая чрезвычайная пожароопасность пятого класса и высокая пожароопасность четвертого класса. В Черкесске днем без существенных осадков, ветер северной четверти – 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 20 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Мартикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. На земле благородной, ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Славный мой Черкесск, Мой любимый край навсегда. И горжусь, что живу я Среди добрых и сильных И красивых людей под сияньем небес. И пускай неизменно На границах России Светит словно маяк Славный город Черкесск, Где-то я не бывал, я не выбирал между нет и да. Я вернусь сюда, где моя семья и друзья, и друзья. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Город мой, город юности, Праздник мудрости и труда. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Город мой, славный мой Черкесск, Мой любимый край навсегда. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Город мой, город юности, ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Город мой, славный мой Черкесск, Мой любимый край навсегда. НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ